Это один из самых загадочных и самых богатых людей на планете. Ему 32 года, но с ним советуются все знаменитые финансисты, бизнесмены из списка Форбс и голливудские звёзды. Вот он в ситуации, когда действительно можно загадывать любое желание. Ведь слева миллиардер Уоррен Баффетт, а справа Билл Гейтс, Билл Клинтон, Ларри Кинг. Без этих людей невозможно представить современную Америку. А любую их вечеринку без загадочного персонажа из Израиля по имени Лиор Сушард. Вот на одном из собраний олигархов он берёт в руки часы, которые стоят больше, чем некоторые квартиры в Москве. Эта модель Cartier оценивается в 7 миллионов рублей. И в руках Сушарда стрелки часов вдруг начинают вращаться в бешеном темпе. Вряд ли тонкий механизм выдержит подобный фокус. Но состоятельные зрители готовы платить за эти иллюзии. Я не могу управлять тем, что находится у неё в руках. Посмотрите на часы. О, боже мой! Этого не может быть! Как он это делает? О, мой бог! Как он это делает? Однако олигархи платят вовсе не за фокусы Сушарда. Они готовы потратить миллионы просто для того, чтобы поговорить с этим человеком. Вот он прилетел в Москву. Сейчас его ждёт встреча с российской бизнес-элитой. Его день расписан по минутам, каждая из которых щедро оплачена. Меня пригласили на встречу российских финансистов. Организаторы приглашают меня на подобные мероприятия, когда хотят добавить чего-нибудь экстраординарного. Он один из личных консультантов клана Ротшильдов. В это трудно поверить, но почти все династии миллиардеров пользуются услугами людей, обладающих сверхспособностями. В нашем веке для таких экспертов появилось особое слово – менталисты. Неужели именно их советы помогают создавать финансовые империи? Могут ли менталисты не только предсказывать будущее, но и изменять его? И почему им безгранично доверяют самые богатые люди планеты? Впервые самый известный менталист 21 века Леор Сушард раскроет секреты своего мастерства. Можно сказать, что я манипулирую умами людей. Удастся ли ему прочесть мысли звёзд российского жоу-бизнеса? Он вытворяет там какие-то вещи невозможные. Он волшебник. Какую тайну Анастасия Волочкова скрывала от своих поклонников? Имя достаточно сложное. Он его откатал. И чем Леор Сушард удивил актрису Наталью Бочкарёву? У меня это в глазах было написано. Фокусы или сверхспособности? Зачем артисты и политики обращаются за помощью к иллюзионистам? Я сам в шоке от того, что вот такие люди прям вот выбрали меня своими друзьями. Почему великие правители нанимали на службу правительцев и телепатов? Нам очень хочется верить в чудеса. Сколько нужно времени, чтобы начать читать мысли, поднимать взглядом предметы и научиться вводить людей в транс? Просто кто-то может стать более сильным металлистом, кто-то стать более слабым. Смотрите в специальном проекте «Магия мысли». Говорят, чтобы заработать миллион, ему достаточно посмотреть на человека или просто взять его за руку. Многие считают, что Сушард может перемещать предметы, не прикасаясь к ним. Мало того, есть люди, которые утверждают, они видели, как под взглядом Сушарда вещи меняют свою форму. Если он захочет, то прочитает мысли своей жены и узнает, чем она весь день занималась. Он может подойти к незнакомому человеку на улице и назвать имя его первой любви. Имя Лиора Сушарда занесли в черные списки всех казино Лас-Вегаса. Его ставки всегда выигрывают. Он носит кольцо со значком Супермена и называет себя человеком со сверхспособностями. И вы снова загадали единицу. На что я способен? Я могу читать ваши мысли и влиять на ваше подсознание. Хотите узнать, как я это делаю? Это секрет. Это уже четвертый визит Сушарда в Москву. Первые лица страны и знаменитые олигархи отправляют ему приглашение за несколько месяцев, чтобы организовать с ним личную встречу. Сушарду оплачивают перелет первым классом и самые дорогие гостиницы. Миллиардеры, которым подвластны целые империи, верят в сверхъестественные способности Лиора Сушарда. Знаменитый американский программист, богатейший человек на планете Билл Гейтс, регулярно прилетает к Сушарду на консультации. Миллиардер не сомневается в могуществе Лиора Сушарда. По словам бизнесмена, телепат читает чужие мысли с такой легкостью, как будто перед ним не скептически настроенный незнакомец, а открытая книга с крупным шрифтом. Он научился не только взламывать чужое сознание, но и вводить людей в состояние транса. Он может заставить человека влюбиться или раскрыть свою тайну. Он может со стопроцентной уверенностью определить, обманывает его человек или нет. Можно сказать, что я манипулирую людьми, потому что я знаю, о чем думают люди, могу читать их мысли и влиять на их подсознание. Прямо с самолета Сушард спешит на встречу с российскими финансистами. На этом экономическом форуме, где собрался весь цвет бизнес-элиты, он почетный гость. В обществе политиков и олигархов телепат из Израиля чувствует себя, как рыба в воде. Бизнесмены подходят к Сушарду, познакомятся и пожать руку, а официантки наполнить бокал шампанским. Трудно понять, зачем богатейшие люди страны пригласили на форум этого эксцентричного консультанта из Израиля. В перерывах между лекциями он выступает в лучших традициях цирка на Цветном бульваре. Его зрители – это люди, от манипуляций которых с ценными бумагами весь мир бросает в дрожь. Неужели им нужны услуги фокусника? Неужели финансовые акулы могут клюнуть на такую приманку? Одного из бизнесменов, Леор Сушард, просит подумать о своем домашнем любимце. Невероятно, но финансовый аналитик, пришедший на экономический форум, беспрекословно слушается Сушарда. Я вижу вас впервые в жизни. Мы знакомы всего пять минут. Я кое-что написал на бумаге. Когда вам было 9 лет, у вас был код. Как его звали? Яша. Яша. Консультант моментально овладел вниманием женской половины экономического форума. Опытные управленцы, юристы, политики, все они, не стесняясь журналистов, участвовали в играх Сушарда. Вы написали на монетке имя Яна? Да. Сожмите ее в руке. Так. Расслабьтесь. Смотрим, что получилось. Это та самая монетка? Не правда ли? Стала кривая? Да, кривая. Давайте попробуем исправить. Ну, как-то так. Загадайте имя своей первой любви. Итак, как звали вашу первую любовь? Имя первой любви? Не мужа? Ну, допустим, Глиб. Глиб? О, боже мой, да. Пока все очень похоже на выступление иллюзиониста. Но на самом деле Сушард набирает очки совсем по другой причине. Вот один из необъяснимых эпизодов спонтанного представления в отеле Риц. Вы видите? Очки лежат в центре, да? Держите свою руку над ними. Сосредоточьтесь. И смотрите, что сейчас произойдет. При замедленном воспроизведении видно, что очки не закреплены нитками. Рядом нет ни магнитов, ни других специальных устройств. Есть только Сушард, который смотрит на предмет. И предмет меняет свое положение. Появление израильского консультанта произвело фурор. Бизнесмены в восторге. Они спорят и пытаются найти объяснение тому, как Сушард поднимает в воздух предметы и заглядывает в чужие жизни. Но неужели его пригласили на форум только для того, чтобы развлекать высший свет? Для чего экономистам вдруг понадобился человек, обладающий по легенде сверхспособностями? В очередь на прием к Леору Сушарду выстраиваются не только политики, но и кинозвезды. Его постоянная клиентка – голливудская актриса Барбара Стрейзенд. Познакомиться и проконсультироваться с Леором Сушардом мечтает не только западный, но и весь российский шоу-бизнес. Анастасия Волочкова и актриса Наталья Бочкарева хотят задать менталисту вопросы, на которые сами не в состоянии найти ответы. Они готовы доверить ему все свои тайны. Когда встречаешь неординарных людей, с такими необычными наглобностями, способностями, то просто интересно, в чем они выражаются. Интересно посмотреть, что человек, как сказать, способен, может, насколько это уникально. Удастся ли Леору Сушарду прочесть мысли звезд российского шоу-бизнеса и какие тайны своего мастерства он готов открыть? Известная телеведущая Лера Кудрявцева вспоминает. Она видела Сушарда только один раз, и ее поразили способности этого человека. С Леором она познакомилась несколько месяцев назад на свадьбе одного российского олигарха. Кудрявцева была ведущей, а Сушард – приглашенным гостем. Вечером этого же дня Лера выложила в соцсети фото со звездой и своим комментарием. Все это видели. Как это? Короче, я теперь не могу ни о чем больше думать. Как? Как? Что он вытворяет? Это надо видеть. А-а-а, менталист Леор Сушард, известный во всем мире. Кудрявцева загадала в уме число. И Леор за 15 секунд нарисовал таблицу, в которой телеведущая увидела то, что загадывала. Я несколько опишула, думаю, ну аферист какой-то, ну не может такого быть. Целый день дома давала всем задания, говорю, помогайте разгадывать, как это можно сделать. В общем, мы пришли к выводу, что это какой-то математический ход, но мы не поняли какой. Лера Кудрявцева говорит, что не раз бывала на шоу известных иллюзионистов, но то, что демонстрировал Сушард, не было похоже на фокусы. Мы привыкли, когда там из пиджака достают каких-то голубей, бантики, какие-то карты летают. Ладно, это мы все уже прошли. Но он делает какие-то вещи, которые... Ну вызвал мужчину из зала и говорит, скажите номер вашей кредитной карты. Не говорите, говорит нам, скажите в уме. И он номер его кредитной карты говорит вслух. Ну я не знаю, как это делается. Ну то есть это как-то... Ну не пойму. Он волшебник. Актриса Наталья Бочкарева говорит, что в чудеса не верит. Она считает, любому трюку можно найти объяснение. Перед встречей с Леором Сушардом она была настроена скептически и вовсе не разделяла восторгов своих коллег. Всему на самом деле еще объяснение есть техническое. И там магниты, и пятые десятые. И у меня куча знакомых наших русских иллюзионистов. Они летают. Вот так вот они летают. Поднимаются, отрываются от земли. Порядок. И есть тоже этому объяснение, скажи я вам. Удастся ли знаменитому телепату переубедить актрису? Наталья Бочкарева была уверена, что разгадает секрет Сушарда. Леор ждал ее в ресторане. Он не дал Бочкаревой ни секунды на раздумья. И сразу начал удивлять. Сушард попросил Наталью подумать о человеке, которого не знает никто из присутствующих. Например, о друге детства или однокласснике. Я пишу имя. Никто, кроме вас, не знает человека, о котором вы сейчас думаете. Кто же этот мужчина, о котором вы думаете? Это какой-то друг из очень далекого прошлого. Мог ли я его знать? Мало шансов. Сергей. Кстати, Сергей – это человек, который в школе выдирал из моей лебяжьей шапки перья. Мы с ним были жуткие враги. А потом, через несколько лет, когда мы уже были в старших классах, выяснилось, что он просто был в меня влюблен. Привет, Сергей. Сергею привет. Удивительно, но Бочкарева говорит, она почувствовала себя так, словно ее сознание кто-то просканировал. Я прям вот почувствовала эту энергию. Это действительно для меня было несколько удивительно. Предмет можно удержать не только рукой, но и силой мысли. Сушар демонстрирует Бочкаревой, что чайная ложка способна повиснуть в воздухе без посторонней помощи. Сейчас держите руку вот так. Хорошо. А эту руку сюда. Сконцентрируйтесь. Смотрите. Сушард показывает Наталье еще один трюк, после которого она теряет дар речи. У нее бешено колотится сердце. Она признается, что давно не испытывала такого волнения. Хорошо, хорошо, хорошо. Это вам на память. Актриса все еще не верит в происходящее. Она внимательно изучает Сушарда и замечает на запястье массивные часы. Слишком массивные для обычных часов делового человека. Может быть, секрет магнетизма Сушарда скрыт в этом необычном хронометре? Может быть, там скрыто некое устройство, которое и помогает Леору творить немыслимые иллюзии. Однако Сушард совершенно спокойно расстается с подозрительными часами и повторяет свои трюки один за другим. Актриса Наталья Бочкарева уже готова поверить в то, что у этого человека есть особый дар свыше. Этот дар – это очень тяжелая ноша, я вам хочу сказать. Если многие думают, что «Ой, да я сейчас наворочу дел, имею такой дар». Нет. Часть разговора с известной актрисой осталась для нас закрытой. Какие советы дал Сушард своей клиентке – это своего рода врачебная тайна. Что ты можешь сказать про меня, помимо того, что я позитивный человек? Я могу рассказать о тебе очень много, но только сделаю это не на камеру. О том, какие советы дал ей Сушард с глазу на глаз, Наталья решила не рассказывать. Она лишь упомянула, что часть разговора касалась ее карьеры, сбережений и возможных финансовых рисков в будущем. В любом случае, актриса была, по всей видимости, готова поверить во все, что говорит Сушард. Ну, либо у него какой-то супер-мега-математический мозг, что, собственно, и приравнивается все равно некому чуду. Это трудно, и он молодец. Смотрите в специальном проекте «Магия мысли». Кто же такой Леор Сушард? Экстрасенс, маг, фокусник, прорицатель? Откуда у него сверхъестественные способности? Сам Сушард называет себя менталистом. Прорицатели — это люди, которые разговаривают с мертвыми и предсказывают будущее. Я этого никогда не делаю. Секрет фокусников в ловкости рук и иллюзиях. Я — менталист. Поэтому не прибегаю к иллюзиям, не разговариваю с мертвыми и не предсказываю будущее. Я могу читать мысли. Я работаю с умами людей. Можно сказать, что я манипулирую людьми, потому что я знаю, о чем думают люди. Могу читать их мысли и влиять на их подсознание. Впервые о менталистах заговорили в начале 20 века. Вот театральная афиша 1900 года, приглашающая на сеанс чтения мыслей. Такие представления пользовались фантастической популярностью. Артист приглашал на сцену случайного зрителя, которому завязывал глаза. Затем задавал ряд вопросов. И еще до того, как подопытный успевал сказать хоть слово, писал на доске правильный ответ. В эту странную магию тогда верили почти безоговорочно. В газетах спорили лишь об одном. Действительно ли телепат читает мысли или, напротив, внушает нужные слова подопытному? В 18-19 веке был расцвет ментализма, потому что люди были готовы воспринимать новое и хотели чуда. Причем чудо какого? Того, что относится к базовым человеческим потребностям. Хотели приворотного зелья, хотели бессмертия, хотели... Ну, в общем-то, чего хотят обычные люди? Абсолютного здоровья. Некоторые фокусы начала 20 века до сих пор остаются загадкой даже для опытных иллюзионистов. Например, Александр Герман, которого зрители прозвали «Неистовый Александр», самые удивительные трюки демонстрировал в элитных салонах Санкт-Петербурга. Он подходил к людям, которых видел первый раз в жизни, и предлагал, например, назвать имя любимой собаки. Затем «Неистовый Александр» доставал из кармана листок, на котором была написана не только кличка пса, но и полные имена всех родителей человека, девичья фамилия его супруги и, в это невозможно было поверить, имя его первой любви. По легенде, за советами к Александру Герману обращались видные политические деятели царской России. Премьер-министр Петр Столыпин и министр финансов Сергей Витте. По одной из версий, именно после консультации с неистовым Германом Витте предложил Николаю II фантастическую реформу – ввести для рубля золотой стандарт и сделать его конвертируемой мировой валютой. Историки говорят, что упоминания о людях с такими способностями встречаются и в средневековых источниках. Обычно они становились гениальными полководцами, неотразимыми мошенниками или чернокнижниками, о которых с неподдельным ужасом писали столпы святой инквизиции. Естественно, это может быть один на несколько десятков, сотен тысяч. Естественно, это люди, которые уже с раннего детства обладали какими-то непонятными способностями. Может быть, мы шестое чувство, которое у нас очень рядом, близко, мы предполагаем, что оно где-то есть. Так вот эти люди, они этим чувством шестым были свыше одарены. Но чем же эти люди отличаются от остальных? Это действительно дар свыше или навыки, которыми может овладеть любой из нас? В буквальном переводе «менталист» – это эксперт, разбирающийся в том, как работает сознание другого человека. Но в отличие от психологов и мастеров НЛП, «менталист» обладает уникальными способностями. У него феноменальная память. Настоящему «менталисту» достаточно зрительного контакта. Такой сотрудник – мечта любой разведки мира. Ведь он заранее знает, что может предложить партнер на переговорах, какие козыри скрывает противник, и лучше любого детектора чувствует ложь. Я всегда определяю, обманывает меня человек или нет. И я сразу вижу, насколько человек честен. Благодаря моей способности видеть людей насквозь, я могу подсказывать другим людям, как поступить. Сушард говорит, что может проникнуть в сознание любого человека, прочитать его самые сокровенные мысли. Причем сделать это так, что подопытные совершенно ничего не почувствуют. Я спрашиваю людей, что они чувствуют, и получаю самые разнообразные ответы. Одни говорят, что ничего не чувствуют. Другие чувствуют что-то вроде головной боли. А третьи рассказывают, что у них была какая-то мысль, и внезапно она сменилась другой. Так что все очень индивидуально. В это трудно поверить, но многие серьезные финансисты убеждены. Сушард гораздо полезнее, чем самый мощный суперкомпьютер. Он делает то, на что не способна ни одна из программ, просчитывающих движение акций на рынке. Сушард может читать мысли, и иногда такая инсайдерская информация может перевернуть мир. Сушард подсказывает своим заказчикам, с кем можно заключать сделки, а с кем из партнеров лучше быть осторожнее. Он может заранее предсказать, принесет ли новый проект прибыль, где искать золотую жилу, и как увеличить свой доход в десятки, а то и сотни, или даже тысячи раз. Удивительно, но менталисты во все времена были рядом с теми, кому принадлежала неограниченная власть. По странной закономерности, те, кто умел читать мысли, рано или поздно встречались с лидерами, которые управляли сознанием миллионов людей. Почему великие правители, даже сомневаясь в правдивости менталистов, все равно привлекали их на службу? При дворе каждого из наших великих государей было много колдунов, вещуней, каталок, которые воспользовались теми примитивными, скажем, на современный язык методами, благодаря которыми они, в общем-то, пытались повлиять на ход развития истории. Адольф Гитлер называл этого человека врагом номер один и был готов заплатить за его смерть астрономическую сумму. Самый известный менталист 20 века Вольф Мессинг был лично знаком и с Иосифом Сталином. Он смог выдержать все испытания, которые ему назначил вождь народов. Прошел мимо охраны Кремля, вынес слитки золота из казны, получил 100 тысяч рублей в Госбанке без документов. Позже Мессинг предсказал нападение Германии на СССР и дату победы – 8 мая. Когда акт о капитуляции Германии был подписан, Сталин отослал ему телеграмму, в которой подтвердил, что прогноз сбылся. Позже Вольф Мессинг консультировал Брежнева и Хрущева. К нему обращались за советами многие партийные деятели и звезды советской эстрады. Со дня его смерти прошло 40 лет, но никто до сих пор так и не разгадал секрет знаменитого менталиста. Мессинг обладал удивительными способностями не только в отношении других людей, не только в отношении гипноза, телепатии, но и в отношении самого себя. Мессинг – наилучшая иллюстрация того, насколько вообще слабо мы изучили сами свой организм, насколько мы сами не понимаем наши возможности. Известный режиссер Владимир Краснопольский несколько лет подробно изучал биографию Мессинга. Работая над фильмом о легендарном менталисте, Краснопольский много времени провел в архивах, встречался с людьми, близко знавшими Мессинга. Режиссер, как и сотни других исследователей, пытался найти ответ на вопрос, как именно Мессингу удавалось проникнуть в сознание людей. Я считаю, что это дар. Это дар, как божественный дар. Ведь он сам говорил, исследуйте мой мозг, исследуйте, что-то в нем не так. Идея создать фильм о Мессинге появилась у Краснопольского не просто так. Ему было 13 лет, когда он попал на представление Мессинга. Артист приехал в Свердловск на один день. Билеты на его выступление достать было практически невозможно. Мы были свидетелями, как огромный зал замирал от того, когда задавали вопрос Вольф Григорьевичу, и как он реагировал. Уже тогда я понимал, что человек на нерве, он весь собран. На всех представлениях Мессинга действительно был аншлаг. Одни пытались уличить в мошенничестве, другие считали, что он вступил в сделку с самим дьяволом. Но никто не мог разгадать секрет его магии. Его же официально спрашивали, приходили журналисты, а как вам это удается? Он говорил, что он читает мимику. Что он вот просто способен считывать мимику с лица человека. Сам Мессинг признавался, что чтение мыслей – это не что иное, как чтение мускулов. Известный менталист обращал внимание на чистоту дыхания, биение пульса, тембр голоса и походку. Мессинг говорил, что ментальной магии может научиться каждый. Но неужели это действительно так просто? Смотрите в специальном проекте «Магия мысли». Российский шоу-бизнес безоговорочно принял Сушарда в свое звездное общество. Лиор за несколько часов познакомился со всеми знаковыми фигурами на российском телевидении. Во всяком случае, в Инстаграме возник локальный звездный тренд. Каждый, похоже, хотел выложить фотографию с Лиором Сушардом быстрее, чем друзья по сцене. Сергей Зверев, Андрей Малахов, резиденты комедии «Клаб», Иван Ургант и Анастасия Волочкова – все они, словно под гипнозом, стремились получить снимок с израильской звездой. Известная балерина говорит, что ее удивили телепатические способности Сушарда. Анастасия Волочкова решила встретиться с Лиором, чтобы узнать, правда ли то, что говорят об этом человеке. Ведь всего за один день его пребывания в Москве весь столичный бомонд поверил. Сушард называет не только имена прошлых, но и будущих мужей. Лучше любого детектива разбирается в изменах партнеров и предсказывает точный финал любого любовного романа. Может, Анастасия решила узнать у менталиста, чем закончатся ее отношения с новым поклонником? Я реально люблю людей, которые обладают такими неординарными способностями. Это в России Анастасия Волочкова – звезда первой величины. Израильский же менталист Лиор Сушард почти ничего не знает о личной жизни балерины. Он просит Волочкову подумать о мужчине, который в настоящий момент чаще всего присутствует в ее мыслях. Это ваш знакомый? Так, имя из пяти букв. Вы разговаривали вчера с этим человеком? Да, я говорила с ним вчера. Вы можете сейчас представить первую букву его имени, но не называйте ее, а только подумайте о ней. Окей, это буква М. Да? Да. И это необычное какое-то имя? Я попытаюсь угадать. Может быть, удастся? Да, да. Очень похоже. Ме-ме-минап? Угадал? Да, экзактно. Вау. Это похоже на настоящую сенсацию. Никто из друзей Волочковой даже представить не мог, что менталист прочитает сокровенные тайны звезды. Ведь она говорит, что человек с именем Мираб появился в ее жизни совсем недавно. Человек, в общем-то, ну, скажем так, из нового моего окружения, вообще никто не знает. Имя достаточно сложное. И он его отгадал. И попросил меня сначала, представьте себе первую букву имени этого человека. И таким образом он вот как-то вычислил. Лиор сразу понимает, что это мужское имя балерина выбрала не случайно. По меньшей мере, с этим человеком ее связывают теплые чувства. Анастасия Волочкова говорит, что в момент эксперимента почувствовала легкую головную боль. Она уверена, Сушард действительно прочитала ее мысли. Я не знаю, он женат или нет. Семейное положение известного телепата интересует не только Анастасию Волочкову. У Лиора много поклонниц. Но сам он говорит, что за всю свою жизнь не смог устоять перед чарами только одной девушки. С будущей женой Сушард познакомился довольно оригинальным образом. Талина работала официанткой в ресторане. Лиор поразил девушку тем, что с первого же раза угадал номер ее телефона. Когда они стали встречаться, хозяин ресторана запретил Сушарду появляться в своем заведении. Ведь, удивляя свою возлюбленную, Лиор испортил все столовые приборы. Позже этот трюк станет его коронным номером. Талину не испугали загадочные способности Сушарда. Девушка поверила Лиору. И два года назад они сыграли традиционную еврейскую свадьбу. Сушард уверен, что никогда в жизни не читал мысли своей жены Талины. Новость о том, что он скоро станет отцом, стала для Лиора приятным сюрпризом. И пол будущего ребенка, это, как шутит менталист, для него самая большая загадка. Сушард говорит, что это божий замысел, проникнуть в который он не в силах. Базлков! Как ни странно, многим клиентам Сушард не дает прогноза ни за какие деньги. Общаясь, например, с Анастасией Волочковой, менталист заявил, он не в силах предсказать судьбу этой звезды. Балерина просто должна доверять своей интуиции. С вами было очень интересно познакомиться. Удачи! Если честно, я хотела бы дать такими способностями, чтобы взлететь куда-нибудь в какой-нибудь поддержке в своем шоу и оказаться где-то по небесе или под куполом концертного зала. Чтобы мне удавалось от всех стрессов, от всех каких-то негативных нюансов абстрагироваться и жить только-только позитивными, вычисленными человеками. Балерина не может найти объяснение его трюкам. Сушард не использует никакой реквизит. У него нет ассистентов. Единственная его подсказка – это возможность посмотреть собеседнику в глаза и взять его за руку. Целер с самого начала просто выбрал в своей жизни профессию, которой он хотел бы заниматься. И перейдя уже за третий десяток, просто человек воспитал в себе все эти навыки и отнесся к этому серьезно, потому что можно несерьезно относиться к своим умениям и, собственно говоря, ничего не получить на выходе. Сам Сушард часто подчеркивает, что ничем не отличается от остальных людей. Леор родился на окраине Израиля, почти на границе с палестинскими территориями, в небольшом городе Хайфа. Сын успешного бизнесмена с малых лет удивлял родителей необычными математическими способностями. Уже в три года он освоил все арифметические действия, а к шести свободно умножал и делил в уме трехзначные числа. Но не этот талант удивлял родителей больше всего. В первом классе вокруг маленького Леора стали происходить странные вещи. Я ел суп, и вдруг ложка зашевелилась. Помните, что я делал с очками? Ложка начала двигаться так же, и это было очень странно. В школе Леор стал первым в точных науках. При этом ученик обладал еще и фантастической интуицией. Он просил загадать одноклассников число от одного до десяти и ни разу не ошибся, называя задуманные цифры. Это были первые представления, которые устраивал Сушард. И уже в то время он пользовался бешеным успехом в школе. Леор повзрослел и понял, что быть волшебником очень выгодно и удобно. Если Сушарду нравилась девушка, он не только знал, о чем она думает, но и всегда умел ее удивить. Он подходил к самым красивым девушкам в ночных клубах и предлагал им познакомиться. Если угадает их номера телефонов, ему это всегда удавалось. Это было очень забавно. Я часто проделывал такие трюки, чтобы произвести на девушек впечатление. Это всегда срабатывало. Сушард рассказывает, что как только он оказывается в стенах своего дома, то забывает о существовании ментальной магии. Ментализм для него работа, которая приносит хороший заработок. Когда он заглядывает в чужое сознание, то тратит очень много сил. Ему нужно все время восстанавливаться. Когда я возвращаюсь домой после своих представлений, я становлюсь самым обычным человеком. Я люблю играть на гитаре и на фортепиано. Так что я самый обычный человек, и я стараюсь быть таким, насколько это возможно. Это очень тяжело. Это изматывающий труд, требующий очень много энергии. Смотрите в специальном проекте «Магия мысли». Мы решили провести эксперимент, чтобы убедиться в сверхъестественных способностях Леора Сушарта. Быть может, сейчас нам удастся узнать главный секрет менталиста. Сможет ли он прочитать мысли абсолютно незнакомых людей? В эксперименте участвуют случайные прохожие. Этих людей Сушард видит впервые в жизни. Все происходящее фиксируют две камеры. Мы с вами не знакомы, правда? Дайте мне, пожалуйста, ручку и бумагу. Закройте глаза, не открывайте. Думайте о девушке, которую впервые поцеловали. Помните, как ее звали? Откройте глаза, возьмите это и это. Теперь я хочу, чтобы вы крупно записали имя той девушки, ну, с которой был первый поцелуй. А этой девушке Сушард дал лист бумаги, попросил отойти от него на пять метров и нарисовать первое, что придет в голову. Незнакомка отправилась выполнять задание. В это время Леор, на секунду задумавшись, взял другой лист бумаги и изобразил на нем елочку. Я не уверен, но кажется так. Вернитесь ко мне. Итак, вопрос. Есть хоть один шанс из миллиона, что я могу узнать, что вы нарисовали? Есть какой-то шанс того, что я знаю, что вы нарисовали? Нет. Вот, покажите всем, что у вас получилось. Это новогодняя елка, правильно? Вы были от меня далеко, когда рисовали. А я стоял здесь, да? Невероятно, но Сушард действительно словно читал мысли незнакомцев. Объяснить это случайным совпадением нельзя. Менталист не ошибся ни разу. На что я способен? Я могу читать ваши мысли и влиять на ваше подсознание. Хотите узнать, как я это делаю? Это секрет. Леор Сушард убежден. Каждый из нас может научиться читать мысли, практиковать гипноз и телекинез. Сам он пример того, как можно развить до совершенства свои скрытые способности. Вот до встречи с ним я в это, конечно, не верила. Но после него, наверное, хочется верить, что можно читать мысли. Но я опять-таки пытаюсь понять, как это можно все-таки сделать, на каком вибральном уровне и как это возможно. Но не верю. Но после встречи с ним есть какая-то такая история, что что-то он делает, что где-то он читает мысли. Но только Леор Сушард знает секреты этого мастерства. Невероятно, но в России живет человек, который готов бросить вызов телепату из Израиля. Я могу отрываться от земли. Это вот то, что больше всего шокирует людей. Я беру в руку, например, какой-то предмет, и он тут же исчезает. И люди не могут понять, как это происходит. Я сам иногда просто смотрю на свое действие и сам удивляюсь. Он часто появляется рядом с первыми лицами государства и людьми из первой десятки Форбс. Вот он здоровается с Дмитрием Медведевым, а затем показывает ему тот самый трюк с очками. Точно такой же, который через пару лет войдет в рибертуар Леора Сушарде. Неужели это всего лишь фокус и никакой магии менталистов не существует? Ничего страшного. Сергей Листопад называет себя мастером шоковых иллюзий. Его талант оценили глава Татарстана Рустам Миниханов, президент Казахстана Нарсултан Назарбаев, Виктор Янукович, Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Александр Бульнов, Таня Буланова, Валерия. Судя по фотографиям, Листопад всегда появляется там, где собираются звезды первой величины и влиятельные политики. Меня даже иногда сравнивают свои уже фокусники. Они говорят, Серега, ты, говорит, среди нашей касты, это как Алла Пугачева среди певцов, ну, то бишь, вышка. Листопад говорит, что свои способности он унаследовал от бабушки. Она была загадкой, и клиенты уверяли, женщина умеет читать мысли и предсказывать будущее. Несколько лет назад внук попросил погадать ему. После того, как она взяла меня за руку, где-то через месяца два, я смотрю на свои ладони и не могу понять, у меня линии на ладонях поменялись. Вот здесь три полосы, вот, одна, две и три ярко выраженные полосы. Здесь две. Полоса начинается здесь, режет всю ладонь и здесь заканчивается абсолютно асимметричная ладонь. Сергей Листопад говорит, что на занятия ментальной магии его благословила знаменитая провицательница Джуна. Когда я первый раз встретился с Джуной, она увидела мое мастерство, мой талант, мой дар. Я взял ложку со стола, положил ее ложку, положил себе на ладонь и попросил ее, ее же пальцем, просто потереть ложку, и ложка согнулась под ее пальцем. Листопад шутит. Если спортсмен начинает день с зарядки, то менталист с того, что сгибает за завтраком пару вилок. Сергей уже потерял счет испорченным столовым прибором. Сейчас смотрите, что будет происходить. Ой, вилка уже вгибает. Внимание, не пугайтесь, не пугайтесь, не пугайтесь. Просто, просто держите. Держите ее ровненько вот так. Она уже не может. Все, 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 держите, держите, ничего страшного. Я сейчас все сделаю. Такого видео вообще нигде вы не найдете. Проверяйте вилочку. Приятного аппетита. Сергей говорит, что природный дар не превращает автоматически обычного человека в менталиста. Один процент таланта и девяносто девять упорного труда и изнурительных упражнений. Из этого состоит ментальная магия. Именно поэтому у листопада почти нет конкурентов. Ведь выдержать такие нагрузки способен один человек из сотни тысяч. После сеансов вот этой магии, ты просто пустота. И ты идешь такой пустой, я не знаю, как это словами объяснить. Вам, людям, этого не понять. Полминуты выступления мастера шоковых иллюзий – это тысячи часов напряженной работы. Например, этот трюк листопад осваивал четыре года. Вопреки законам физики Сергей становится невесомым и поднимается на несколько сантиметров над землей. Он демонстрирует чудеса левитации на улицах города. Готовы? Смотрите на ноги. Внимание! Сергей Листопад стал известным артистом уже в зрелом возрасте. Он считает, что все дело в интуиции, развивать которую никогда не поздно. Телепат рассказал о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не пропало шестое чувство. Во-первых, не курить. Это самое главное, потому что никотин снижает энергетику. Просто он убивает. Не то, что снижает, он убивает энергетику на 40-45%. Алкоголь – 30%. И неправильная, нездоровая пища – это еще 25%. Это приблизительные данные, не очень точные. Но вот просто я по своим ощущениям это говорю. В Советском Союзе одним из первых исследователей сверхспособностей мозга стал Юрий Горный. Член комиссии по борьбе со лженаукой при президиуме Академии наук называет себя менталистом. Еще в середине 60-х годов 20-го века Горный показывал на сцене так называемые психологические этюды. Его программа – это почти полная антология чудес Вольфа Мессинга и Лиора Сушарда. С одним отличием – Горный всегда пытался объяснить зрителям, как работает эта магия. Вот понимаете, дорогие мои, дело в том, что я показываю резервные возможности человеку, которые присущи каждому человеку. Вот фокусы вот эти, вы им каждый можете научиться делать. Но я, у меня базируется на, вообще психо-человека базируется на всех видах и типах памяти, на всех стилях мышления. Вот я учу людей, каким образом развивать той или иной вид памяти. Среди знаменитых трюков Юрия Горного – управление автомобилем с завязанными глазами. За три минуты он находил иголку, спрятанную в зрительном зале. В свое время Горный шокировал публику тем, что мог одновременно выполнять сразу несколько действий. Он играл на рояле, декламировал стихи и производил в уме сложные математические расчеты. Сейчас ему 73 года, но он по-прежнему обладает феноменальной памятью. Он просит нашего корреспондента разложить на столе 20 карточек с цифрами в любом порядке. Ну что, как вам по... назвать эти цифры слева направо или справа налево? Ну, по часовой стрелке давайте. А они располагаются таким образом... Четыре... Сейчас, сейчас, сейчас... Четыре, один, восемь... Да, нет, подожди. Четыре, один, восемь, восемь, девять, ноль, три, шесть, три, семь, пять, семь, девять, один, пять, ноль и семь, четыре, два. Да? Удивительно, но в таком возрасте Горный сохранил поразительную ловкость рук. Порвать надвое колоду карт – это задача не для средних умов. Горный объясняет, при помощи только грубой силы это невозможно сделать. Здесь нужна сила мысли, которая в несколько раз увеличивает физическую мощь. Я беру и вот таким образом, не разминаясь, кстати, еще... Ой, 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 мальчики, мальчики, я не размялся, и поэтому... И поэтому... 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 Разорвал. Но сможет ли обычный человек развить в себе эти способности? Как научиться читать мысли и считывать информацию на расстоянии? Есть люди, у которых острее слуха, есть люди, у которых очень хороший нюх, да. Есть люди, которые видят лучше, чем все остальные. Это сверхчувство. Хотя встречал способность воспринимать мысли, но это прежде всего у детей. Где-то до трех лет они очень неплохо, многие из детей читают мысли. Тем не менее, сами менталисты не устают повторять, что они не экстрасенсы. С рождения, наделенные магическими способностями, а обычные люди, которые овладели не совсем обычным ремеслом. Они самостоятельно развили в себе феноменальные способности. В чем же секрет ментальной магии? Хотите научиться читать мысли своего мужа? Или узнать, о чем думает ваш начальник на работе? Предсказывать результаты сделок и заранее просчитывать финансовые риски? Существует множество способов развить интуицию. Прежде всего, помогает медитация и концентрация. Пытайтесь визуализировать вещи, фантазируйте, будьте креативными. И это только один из методов по развитию интуиции. И все-таки мой самый главный совет людям, которые хотят научиться читать мысли. Не пытайтесь этого делать, потому что у каждого из нас своя судьба, свое предназначение. Не делайте того, что вы не должны делать. Я занимаюсь ментализмом с шести лет. Не каждому из нас нужно уметь читать чужие мысли. Сколько нужно времени, чтобы начать читать мысли, поднимать взглядом предметы и научиться вводить людей в транс? Сам Сушард уверен. Даже он до конца еще не понял, на что способен человеческий мозг. Вся моя жизнь – это постоянная работа над собой, изобретение каких-то новых концепций и технологий. И все-таки в чем же секрет успеха Сушарда? Он говорит, что дело даже не в феноменальной памяти или математических способностях. Самое важное – это верить в удачу. Самое важное – мыслить позитивно. Если вы мыслите позитивно, позитивные мысли реализуются. Я верю, что удача – это то, что мы создаем себе сами. Я считаю, что если возможность сама не стучиться к вам в дверь, вам нужно выстроить эту дверь. Я убежден, что большая часть нашей удачи – это результат наших действий, следствие наших решений. Поэтому мы можем использовать свой ум и создавать возможности сами. Кажется, что этот человек не стесняется отвечать на провокационные вопросы и абсолютно открыт для публики. Он охотно соглашается на самые неожиданные эксперименты. Однако даже самые богатые и хорошо информированные клиенты Сушарда вряд ли смогут ответить на главный вопрос – как он это делает. Магия мысли – одна из самых главных тайн мироздания, который, сам того не подозревая, обладает каждый из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова